А в Казаларде праздник. На свет появилась первая тройня в этом году. Мальчики и мама чувствуют себя хорошо и скоро выпишутся домой. Их там ждут 17-летняя дочь Лилия и полуторагодовалый Оружан. Примечательно, что супруги более 15 лет ждали мальчика, а получили сразу трех. Наши региональные корреспонденты с подробностями. 37-летняя Дина Санаева – настоящая героиня. Спустя почти 15 лет ожиданий у нее после двух девочек родились сразу три мальчика. Они с мужем очень мечтали о сыне. А тут на третьем месяце беременности узнали, что будет тройня. Очень счастливы, долго ждали этот день. Я и малыши чувствуем себя хорошо. Спасибо врачам. О том, сколько еще предстоит расходов воспитаний трех богатырей, Дина не задумывается. Но уже сегодня можно сказать – их будет немало. Маму это сейчас не волнует. Она готовится к выписке. Сегодняшний день состояние мамы и детей нормально. Вот этот подарок был накануне месяца Рамазан и накануне праздника города Астаны. Днем рождения, день рождения нашего президента. А вот 43-летнюю хазалардинку Жанна Аржиеналиеву можно назвать опытной мамой тройняшек. Ее детям уже семь лет. Женщина рассказывает, что без помощи родственников и друзей не справилась бы. Даже просто незнакомые помогали, услышав о рождении тройняшек в семье. Подарили коляску, колыбели и другие необходимые для малышей вещи. Иначе она и не представляет, откуда бы взяла столько денег. Несмотря на трудности, я счастлива, что имею семью, воспитываю детей. Они мне принесли счастье в жизнь. И именно с их рождением мы обрели трехкомнатную квартиру, которую подарили нам предприниматели. И по сей день нам помогают добрые люди. А иначе нам тяжело пришлось бы. Тройная радость, тройные расходы. В день этим карапузам требуется не менее 18 подгузников. Специальная тройная коляска обойдется в сумму от 70 тысяч тенге. И это не говоря об одежде, витаминах, игрушках, о плате детского сада, а в будущем и образовании. Говорить о том, сколько на воспитание тройни нужно времени и сил, не приходится. В областном департаменте труда, социальной защиты и миграции по Казалардинской области сообщают, что по возможности всегда помогают многодетным мамам. К тому же, законам предусмотрены пособия на каждого рожденного ребенка. Довольно скромные, конечно.